ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНИ Таких институтов, по сути, две группы основные. Это те институты, которые являются общообязательными, то есть их решения окончательные, они не подлежат сомнению и для всего общества являются обязательными. И те, которые являются консультативными. Ко второй группе относится наша позиция, которая выражается в митингах, протестах, шествиях, манифестациях, участия обычного человека в каких-то акциях, когда он хочет показать власти. Я не согласен, я против. Или наоборот, я за, я поддерживаю. Потому что могут быть самые разные, в общем-то, формы. Это не означает, что мы всегда противимся власти. Вот эта группа активности, она является консультативной. Со второй группой гораздо сложнее, потому что вот те решения, которые являются общообязательными для всех, и вот те институты, которые обеспечивают таковые решения, а это референдумы и выборы, это достаточно сложные механизмы. Давайте разберемся сегодня в этих вопросах. Итак, выборами называется специальная процедура наделения полномочиями какого-либо конкретного лица или государственного органа, для того, чтобы это конкретное лицо или государственный орган решал какие-то наши задачи. Вообще говоря, это довольно большая и сложная система, и она представляет из себя отдельную группу законов, описывающих то, каким образом происходит эта процедура. Она состоит из специальной процедуры, каким образом мы осуществляем эти выборы. И самое главное, есть еще и третий компонент, это то, каким образом мы будем отзывать эти полномочия в случае, если какое-либо государственное лицо, наделенное нами особыми правами, вдруг этими правами злоупотребит в свою пользу. Допустим, если речь идет об импичменте, то мы говорим о президенте, а если мы говорим о распуске парламента, то мы говорим о том, что вся система законодательная перестала работать и удовлетворять интересам граждан общества. В разных государствах по-разному действует избирательная система. И тем не менее мы можем как-то обобщить всю эту систему, признав, что, как правило, при помощи выборов избирают главу государства, выбирают парламенты, выбирают органы местного самоуправления. В некоторых странах избирают даже судью при помощи выборов, потому что при этом эта должность, она, в общем, пожизненная, потому что вот этому человеку наделяют, этого человека наделяют правом вершить судьбы в очень сложных вопросах. И ему, в общем-то, доверяют абсолютно, поэтому его нужно выбрать. Вообще эта система, конечно, имеет сбои, имеет свои недостатки и шероховатости, но до сих пор люди пока ничего более справедливого не придумали. Принципами избирательного права называют вот те условия, при которых, как правило, проходят выборы в те или иные ветви власти или вообще какая-то система необходимая для того, чтобы кого-то избрать. Вот эти принципы, в общем-то, достаточно просты. Выборы бывают активными и пассивными. То есть, ну, смысл здесь в чем? Активные — это когда я выражаю свою волю и голосую за кого-то. Пассивными — это когда я выставляю свою кандидатуру и я жду, чтобы меня избрали в ту или иную должность. Выборы, как правило, ограничены цензами или могут быть ограничены цензами. Цензы — это вот специальные ограничения. При этом ограничения, опять-таки, могут быть самыми разнообразными. Все зависит от того, каков уровень, скажем так, политической культуры в том или ином обществе. Это могут быть ограничения и расового характера, и полового характера, и возрастного характера, и, в общем-то, какие угодно другие. В идеале, конечно, этих цензов должно быть как можно меньше. Ну, может быть, единственным верным цензом является ценз возрастной. Потому что все-таки пока человек растет, пока он еще не освоил всех тех знаний, умений, навыков, пока он еще четко не представляет, в каком обществе он живет, ну, видимо, нет смысла давать ему столь ответственное право, как голосование за представителя в орган власти. Но все остальные цензы, это, видимо, от лукавого, и поэтому в конечном итоге в демократических обществах их нет. Выборы также могут быть как прямыми, так и косвенными. Что это означает? Это означает, что если выборы прямые, да, то я, как избиратель, голосую непосредственно, да, вот на выборах за того или иного депутата, либо за ту или иную партию, в зависимости от того, какова система, там, мажоритарная или пропорциональная. Об этом мы с вами еще поговорим. Косвенные выборы означают, что я напрямую не голосую. Я голосую через специальных выборщиков, то есть коллегию выборщиков. Вот такая демократическая система есть в США. Заметьте, вот эта страна очень старой демократии, вообще считается одним из самых демократических политических режимов. Но американцы не голосуют напрямую, как в Российской Федерации. Там далеко не каждый человек наделен правом окончательного, да, вот голоса. Он вначале голосует за кого-то, кто потом будет выражать интересы вот всех нас вместе, да, и голосовать уже, там, допустим, за президента. Вот эта система, да, такой опосредованного голосования, да, она сделана для того, чтобы, ну, скажем так, уровень политической культуры подтянуть, да, потому что, ну, выборщик, это, конечно, человек уже гораздо более образованный, чем рядовой избиратель. И вот, может быть, да, в этом есть какой-то, ну, такой смысл, да, для того, чтобы общество стало более, более-менее управляемо и рациональным. Итак, какие же бывают системы выборов, да, вот мы с вами уже упомянули. Мажоритарную систему и пропорциональную систему голосования. Что это означает? Это означает, что если, допустим, у нас система мажоритарная, да, мажорат, это означает, что победитель получает все. То есть при таком голосовании необходимо собрать просто установленное законом большинство голосов. Ну, в разных, опять-таки, мажоритарных системах были разные, да, вот эти цензы установочные по количеству голосов. Иногда там 25%, иногда 50% плюс один голос, да, либо, может быть, абсолютное большинство. То есть пришло на выборы там 10% населения, да, если нет цензы какого-то оговаривающего, сколько должно прийти на выборы. Вот 10% пришло население, за меня проголосовало там 7%, за какого-то там Васю проголосовало 1%, а остальные вообще проголосовали против всех. То есть, по идее, выиграл против всех. Но по такой системе побеждает тот, кто набрал там большинство, простое большинство. Эта система, конечно, ну, скажем так, демократическая, вроде бы, да, побеждает большинство, но на самом деле не такая уж и демократическая, потому что, опять-таки, ну, неизвестно, насколько велико это большинство в сравнении со всеми членами общества. И вот поэтому вот такая система, она действует уже далеко не везде. И во многих государствах, где такая система была, от нее постепенно стали отходить, да, то есть от нее отказываются. Если мы говорим о мажоритарной системе, то, ну, как правило, мажоритарная система относится к голосованию прямому и, самое главное, личностному. То есть мы голосуем за конкретного депутата, да, вот человек подает себя в качестве, там, позиционирует, вернее, себя в качестве кандидата, вот таких кандидатов несколько, да, мы получаем избирательный лист, там, вот список с этими кандидатами, мы ставим галочку напротив того, кто нам, скажем так, ну, близок по политическим взглядам. Я уж не беру плохой вариант, когда просто нам этот человек симпатичен. И вот если он набрал большинство голосов, да, то получает все. Немного другая система, эта система пропорциональная, она относится уже не к конкретному человеку, пока относится к партиям, да, и партии там на выборах, да, то есть в результате выборов получают пропорциональное количество мест в парламенте в зависимости от того, какой процент на выборах они получили. Устанавливается некий ценз, то есть, допустим, вот в России существует там 7-процентный ценз, да, то есть если за партию проголосовало не менее 7% населения от числа пришедших, да, на выборы, то тогда эта партия проходит в Государственную Думу, там, да, ну, или в какой-то другой государственный орган, в парламент, если мы говорим не о Российской Федерации. Это раз, то есть первая ступень, мы 7-процентный барьер прошли. А дальше сколько мест в парламенте? Вот тут уже вступает в силу пропорция, да. Сколько вообще набрала партия на выборах? 10%, 15%, 20%, 25%, Исходя вот из этого процентного соотношения, мы определяем, сколько в мест в парламенте получит та или иная партия. Кто-то набрал 25%, кто-то набрал 10%, кто-то набрал, там, 50%, да, и вот, соответственно, тот, кто набрал большинство, он будет иметь больше мест в парламенте, тот, кто меньшинство, меньше. Так будет формироваться, соответственно, да, большинство парламентское и парламентская оппозиция. Другим институтом прямой демократии, о которых мы с вами говорили, является референдум. Всенародное волеизъявление. Это очень масштабное мероприятие. Если мы говорим о всенародном волеизъявлении, это означает, что действительно все население страны выносит решение по какому-то конкретному вопросу. Мы рассматриваем какое-то судьбоносное решение, быть или не быть государством. Мы живем совместно, Сербия и Черногория, или Россия и какой-то российский регион, если можно было представить, что какой-то регион хотел бы выйти. Хотя, как вы знаете, у нашей конституции этого делать нельзя. Ну, к примеру, тогда да, все население страны решает этот вопрос на референдуме. При этом очень просто. Вы согласны или вы не согласны? Вы ставите галочку «да» или «нет». Родиной референдума считается Швейцария, где, в общем-то, еще с 15 века там известны были такие действия. Есть одна проблема с референдумами. Дело в том, что вот за всю историю референдумов с 15 века было только несколько референдумов, когда всенародно люди говорили «нет». При этом это совсем не означает, что люди действительно так считают. Вот парадокс. В свое время в Советском Союзе был проведен референдум, уже там на закате этой империи был проведен референдум о том, согласны ли население страны, чтобы сохранить союз. Советский Союз и подавляющее большинство населения страны, еще подчеркиваю, это весь Советский Союз, написал «да, мы согласны с тем, чтобы Советский Союз был сохранен». И буквально не прошло и полугода, то есть там буквально 4 месяца, да, и через 4 месяца этот Советский Союз благополучно разошелся. И все опять-таки остались довольны. Население сказало «точно, мы же хотим еще и, чтобы были, так сказать, там, самостоятельны, да, то есть мы хотим права нации на самоопределение, но при том, чтобы был Советский Союз». Вот так не бывает. И референдумы, к сожалению, иногда показывают вот такие результаты. Ну, ничего не сделать. Для проведения референдумов, так же, как и для проведения выборных кампаний, обязательно формируются специальные комиссии, да, только если там избирательные комиссии, то в данном случае это вот комиссии по проведению референдумов. Проводится агитационная кампания, проводятся разъяснительные какие-то кампании, то есть в том случае, если, ну, уровень политической грамотности, а иногда и просто грамотности, да, населения, недостаточно высок. Вот в этой связи очень четко и ясно прослеживается роль консультативных, да, форм прямой демократии, вот этих самых митингов, шествий, манифестаций, когда граждане могут самостоятельно выразить свою позицию еще до проведения референдума. То есть мы, да, показываем, да, мы вот там на предстоящем референдуме хотим то-то и то-то сказать. Одна только задача у вот подобного типа действий, они должны быть законными. Нельзя просто так собраться и куда-то пойти и начать скандировать, да, потому что это нарушает общественный порядок. В конце концов, если вы что-то хотите сказать, значит, в государстве мы должны вначале это оговорить, да, вот процедуру, то, как мы это будем выражать, да, то есть мы должны оговорить время, мы должны оговорить место, там и так далее. Это совершенно нормально. Это не означает, что мы таким образом там душим демократию. Демократия ведь это не вседозволенность. Демократия не означает, что я захотел сказать, значит, я тут же начал говорить. В конце концов, это может мешать окружающим. Вот если подвести общий итог, то мы с вами получаем некую систему, да, при которой демократические институты могут заработать. Но для того, чтобы эта система заработала, необходимы еще специальные органы. Вот одним из таких органов являются политические партии. О них мы поговорим с вами на следующем уроке. Продолжение следует...